Жители сразу нескольких поселков в Курагинском районе сегодня проснулись от шума винтов. На окраине Жаровска вертолет приземлился в начале седьмого утра. На землю высадились десятки силовиков и направились в отдаленную часть населенного пункта, так называемую обитель Рассвета, в самое сердце религиозной общины Церковь Последнего Завета. Группа ребят, много штатского, с собакой, идут к дому Редькина. Вот, видимо, при исполнении какое-то. Ага, видимо, уже конфисковали у кого-то что-то. По району тут же поползли слухи о сухопутном подкреплении. Очевидцы сняли на видео колонну машины автобусов, которая двигалась со стороны Курагина. К нам едут 50 автозаков, 50 автобусов с Курагина. Там и медицинские работники, похоже, они пустые, поэтому непонятно, как дальше будет. Развития событий могут быть разные. Количество техники очевидцы явно преувеличили, однако несколько конвойных автомобилей в общину действительно прибыли. Вот, судя по комментариям местных жителей, мужчины в форме оцепили коттеджи основателя религиозной общины Сергея Торопа, который сам себя называет Виссарионом, и его ближайших сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. А вот их уже ведут к вертолету. Позже выяснилось, все трое задержаны. Им планируют предъявить обвинение сразу по двум статьям за создание религиозной общины, чья деятельность сопряжена с насилием над гражданами, и за причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан. Также соучастники долгое время применяли к ним психологическое насилие, в результате которого некоторым последователям религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью. В общине силовики работали целый день, совпадение или нет, но по рассказам местных, именно сегодня в районе не было интернета. Мы хотели поделиться с друзьями о том, что происходит непосредственно с захватом ребят, и что происходит непосредственно на горе и в Петропавловке, куда уже проехали машины, и где уже тоже пошли обыски и задержания. Почему-то вдруг по всему Курагинскому району и у нас в деревне Таяты вдруг выключился интернет. После задержания всех троих Тора, Паредькина и Ведерникова доставили в Абакана. Уже оттуда другим вертолетом отправили в Новосибирск. Там им займется специальный отдел по расследованию особо важных и сложных уголовных дел. Евгения Шелковникова, Енисей, Новости.